Здравствуйте, друзья! О злаках сегодня на своем канале о сухоцветах и не только я буду говорить. Зайчий хвост, фолярис, проса и другие. Покажу, как они выросли, что с ними я делала, как сажала, как подкармливала. Пшеница Жизель в этом году хороша. Высокая, до полутора метров доходит. Это не азимая пшеница, она сеется весной и вот буквально через два месяца уже идет срезка. За пшеницей канаричник или фолярис канарский. Тоже хороший. Высокий, впервые у меня такой. Подкармливала я один раз азотным удобрением, но вообще-то здесь у нас земля отдыхала. Три года была люцерка. Может быть поэтому такой хороший результат. Три грядки по 30 метров посажена. Впервые так много посадила. Здесь немножечко попозже сеяла. И дальше идет овсюк. Мы его уже вовсю срезаем. Если пшеницу и фолярис я сею сразу в грунт, семена довольно-таки крупные, не стоит заморачиваться с рассадой. То овсюк, хотя семена и крупные, я все-таки выращиваю рассадным способом. Они прекрасно принимаются. Не надо сеять ни в ячейки, ни в кассеты. Просто сразу в ящичек и потом высадить на расстоянии 15 сантиметров. Зайчий же хвост только рассадным способом. Очень маленькие семена и посевом в грунт будут большие сложности. Бурьяные будут опережать всходы, будет сложная прополка. Мало того, его нужно обязательно проредить, чтобы дать расстояние 10 сантиметров. По опыту скажу, что лучший способ выращивания лагуруса или заячьего хвостика, это только рассадный. Принимается он очень хорошо, поэтому проблем с высадкой в грунт рассады нет никакой. В этом году я провела такой эксперимент. Высадила рассаду заячьего хвостика на расстоянии 7-8 сантиметров в ряду и между рядами дала сантиметров 15. Немножечко уплотнила посадки. Ну, в принципе, все нормально, мне понравилось. Так что это допустимые расстояния между растениями. Теперь насчет подкормок. Посреди грядки вбила вот такой вот колышек. И вот сначала грядки до колышка я подкармливала 4 раза комплексными удобрениями. После высадки грунт это было удобрение с большим содержанием фосфора для корневой системы. Потом была подкормка с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия. А потом я уже дала 2 подкормки с большим содержанием калия. Тот же заячий хвостик, который был дальше от колышка, я подкармливала только азотным удобрением. Это был карбамид. 2 столовые ложки на 10 литров воды. Подкормки все делаются обязательно только после того, как мы прольем водой. И вы знаете, я разницы никакой не заметила. Поэтому не стоит тратить деньги на дорогие удобрения, потому что комплексные удобрения я покупаю дорогие. Это группы мастер. Они очень хорошо растворяются, в отличие от нитрама, а фосфора. Поэтому подкармливать его вполне можно карбамидом. Результат практически такой же. Заячий хвост в этом году вырос довольно-таки красивым. Колосся крупные, высокие. До 70 сантиметров выросли некоторые. Сделали мы первую срезку выборочные, то есть самые крупные колосся. И вот сейчас у нас уже будет вторая срезка. Но я ее буду делать все сразу. Сейчас подожду немножечко, когда подтянутся все более низкие колоски. И тогда все одновременно срежем. Очень хорошо сложились погодные условия. Несмотря на то, что была весна холодной в мае. Но потом пошли дожди, наступило тепло. И вот этот участок у меня здесь три года росла люцерка. Поэтому участок отдохнувший. И возможно в результате этого зайчий хвост у меня в этом году как никогда более шикарный. Но я вам скажу, что все равно мы не можем добиться его вырастить таким, как выращивают его в Испании, в Италии и в Китае. В Китае я вообще видела в интернете, его выращивают в теплицах. В наших же регионах, это бывший Советский Союз, такого зайчего хвоста, высокого, до метра и выше, мы вырастить не можем. Зайчий хвост я сею обычно в несколько сроков. Вот тот, что был пораньше посеян и высажен раньше, вот мы его уже полностью срежем. А справа он был посеян недели на две позже и высажен также позже. И вот результат, посмотрите какой. Здесь колоски только начинают появляться. Но его я оставлю весь на семена. Просоволосовидное выращивают тоже только рассадным способом. Семена очень мелкие, та же проблема при выращивании его в грунте. Он то загущен, то редкий. Поэтому лучше всего рассадным способом высадить. Опять же принимается прекрасно. И вот сейчас у меня уже начинают появляться колосочки. Новинка, полипогон или зайчьи лапки. Вот уже начинает давать колоски. Ну посмотрим, как получится. Бриза или кукушкины слезки. Тоже уже началась срезка. Срезаю сначала самые крупные, которые выходят раньше. А потом буду срезать все одновременно. В первый год Тимофеевка дает колоски невысокие. И довольно-таки маленькие. Вот она у меня взошла весной. И уже колосится. А вот та, что мне дала колосия на второй год, посмотрите, какая вымахала. До полутора метров и выше. И колос сам довольно-таки крупный. Но это растение многолетнее, поэтому из года в год оно будет давать нам вот такой урожай. Лисий хвост выращивала рассадным способом. Сеяла в кассеты, а потом из кассеты ячейки эти на расстоянии 15 сантиметров. Там было по два-по три всхода. Вот так и посадили. Вот уже начинает выходить колосия. Вот все нормально. Подкормки давала азотным удобрением. Пенисетум пурпурбарон после сложной весны наконец-то стал приходить в себя и стал набирать силу. Вот и листики начали у него темнеть. Моя новинка, просто белое чудо, никогда не видела. Высадила впервые, тоже рассадным способом. Ну, вот тоже уже набирает силу. Просто обыкновенная фиолетовая я сею только в грунт. Семена довольно-таки крупные, всходят хорошо. И вот здесь участок, опять же, у меня после люцерки. Отдохнувшая земля. И вот такой вот он шикарный. Грядки эти все по 30 метров. Не думайте, что здесь у меня километры. Чумиза все-таки загущенная у меня получилась. Но ничего, колося будут просто немножечко поменьше. У меня на канале было не одно видео об этих злаках. Как выращивать, что с ними делать. Поэтому я надеюсь, что все, кто выписывали семена, смогли вырастить. И у всех все получилось. На этом все. До свидания. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok